И вот Путин заявил, что не только провалилось контрнаступление у ВСУ, инициатива находится в руках вооруженных сил России, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый и очень серьезный удар. Опять их и клоун. Рассказывает, как он, больно так, как дам больно, да? Смешной. Призвал муниципальных служащих обратить внимание на тех, кто возвращается со специальной военной операции. Например, заявил он, гениально, когда люди решаются на это, когда проходит это горнило, ну, то есть на войну решаются, не он их загонит, они решаются. Возвращаются, очень многие приоритеты жизненные выстраивают по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь мероприятиях, здесь совсем по-другому. На жизнь смотрят люди, приоритеты, ценности другие. Ну, как сын мой Валер сказал очень хорошо, он сказал без штанов, они, говорит, могли бы попрыгать, конечно. А вот без ног у них навряд ли получится прыгать. И вот это я могу как бы донести, так и есть. Приоритеты меняются. Конечно, меняются. У кого ручек нет, у кого. Нужно кто слепой, кто изранный. И это те, кто вернулся. Да, и все безумно озлоблены. Он их, говорит, вы их в муниципалитеты пристраиваете. А там эти мэры, перы, херы сидят и думают, да, пристроишь так, он, блядь, горло перережет. Что нахера не нужны? Суд в Петербурге арестовал 67-летнего роженца Дагестана. Подозреваем попытки сотрудничества с военной разведкой Украины. Ну, я вам еще раз говорю, вот 100 миллионный раз передавайте всем, что нет никаких военных разведок Украины, СБУ и прочее, прочее. Если кто-то связывается, это почти 100% стоит ФСБ. Они сейчас так всех откачивают. Вот каждый день мы видим, какого-нибудь дурака они поймали и посадили. И сколько они так выловят еще дураков, я не знаю, они не хотят работать. Они нас не ловят, понимаете, с нами сложно, можно там и пулю поймать, да, нахер это нужно. Они там вот написали что-то в интернет, да, и им все вот эти вот придурки начинают писать. Они с ними там созваниваются через Телеграм, созваниваются через Вайбер, все, устанавливают их номера. И потом можно вообще ничего не устанавливать. Они им рассказывают, что делают, те делают, в результате попадаются. Потрясающая ситуация. То есть вообще можно с жопу не отрывать, блядь, и получать погоны, ордена, как тот, который там каких-то обезвредил, блядь, шпионов и прочее, прочее. И в Воронеже не менее 15 взрывов было. И какие-то вот сообщения, что сбили два беспилотника. Видео ночной, где слышно шум мотора беспилотника, явно такого, значит, летающего велосипеда. Потом взрыв страшный. Ну, я думаю, что там не сбили. Многих беспилотников не сбили. Они долетели и нанесли удары. И Володин заявил, что СВО предотвратило начало Третьей мировой войны. Такой бред, блядь. Начало специальной военной операции остановил Третью мировую войну. А кто бы ее начал? Ну, если бы вот Володин, говорит, вот начало специальной операции. Начало специальной операции – это и было начало Третьей мировой войны. А если бы они не начали, то кто бы начал Третью мировую войну? Украина бы на них напала? НАТО бы напала? НАТО бы до сих пор не напала. Вдумайтесь, что могло произойти. Гуманитарная катастрофа, миллионы погибших. Этого нет по той причине, что наши солдаты-экцеры борются с нацизмом, защищают мир и спокойствие граждан. Бля, вот понимаете, то есть Володин пытается объяснить, почему Путин напал. Но это не его. Это вот Соловьев, там может, вот этот вот еще, Шевченко, да, может, там что-то. Но это не Володин. Он не сможет никому объяснить, почему Путин напал. Крыму пытались задержать диверсанта, которые отравили больше 40 военнослужащих путинских. Да, путинцы, значит, вот отправили ФСБшников, которые должны были задержать. Они убили ФСБшников. В общем, как в том анекдоте про скучно. Да, по данным ФСБ и полиции, две молодые диверсанты, которые ранее отравили военнослужащих в Симперополе и Бутыче-Сараве, были обнаружены в одном из частных домов Ялты. Подзреваемые в гибели 46 бойцов оказали сопротивление. Задержать, к сожалению, не удалось. К счастью, я думаю, не удалось. Все произошло несколько дней назад. Лицейские получили сигнал о том, что девушки, приметы которых практически спадали, с приметами, находящихся в розыске диверсанта, были обнаружены в одном из частных домов. Они оказались хорошо вооружены, а ФСБшники такого не ожидали. Они же привыкли, блядь, крутить бабушек, дедушек. Те отлично подготовлены оказались. Плюс их кто-то мог предупредить о визите ФСБ. Как только спецназцы приехали на задержание, по ним открыли огонь из пистолетов и автоматического оружия. Спецназцы успели сделать несколько ответных выстрелов. И девушки скрылись с межпроизводства на автомобиле, машину бросили около яхты. Где они сейчас, эти придурки не знают. Ну, в Крыму есть горы, там очень легко укрыться людям, подготовленным, таким, как вот эти девушки. Так что вот теперь, чтобы избежать новых отравлений, просили не брать еду, любые напитки у незнакомых, как детям, да конфетки брать нельзя и прочее, прочее. Интересно, прям, видите, как фильмы такие. Убьют, кого попало, скажут, что террорист. Так и будет, если они их не задержат, а отчитываться перед Путиным надо будет, то они каких-то левых девок прибьют совсем, да, и скажут, вот они и есть, эти самые террористки. Что с боевик девушки Бонда? Ну, не знаю, пишут, что так и есть. Но я думаю, что они слишком задирают планку. Все было, конечно, гораздо проще. Приехали лахи, вот эти фейсберсники, которые сейчас спецназовцами мне, да, приехали там, как они обычно, бля, бу-бу-бу-бу-бу, да, а этих уже поджидали. Да, они из машины-то выйти не успели, как их накрыли. Подошли, в упор их положили, этих придурков. Эти свалили, сказали, аривидерщи уехали. Может, ищи, на их машине уехали. Я даже и не удивлюсь. Власти ИРФ направили порядка 1 триллиона 777 миллиардов Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую. Ну, то есть, представьте, сколько там денег крадут. Просто безумное количество. А на оставшиеся строят дома, в которые заселяют таджиков. Это что творят? Просто уничтожают Россию. Россию уничтожают. Понимаете? Потому что все, все силы вытаскивают, отправляют людей на фронт, которые убивают украинцев, и те уничтожают их. То есть, этих нет. Вместо них таджиков. Тех, кого захватили, вообще отселяют. Не пойми, куда. Никто в бегах, кто куда. Там, где стояли их дома разрушенные, строят новые дома. А там будут жить таджики. Просто жесть какая-то. Вячеслава Путинский мог поднять срок службы до двух лет. Да что хочешь, они могут. А почему нет? Срок службы призывал до двух лет. Ну, им это не нужно. Знаете, почему? Потому что они призывают. Им надо призвать хоть на один день. Потом будут человека лупить, как футбольный мяч, и он подпишет контракт хоть на сколько хочешь. Ну, на пять лет он на пять подписывает. Поэтому им бессмысленно на два года призывать. Это вызовет там в обществе какой-то резонанс. Нахера им это надо? Они сейчас, наоборот, могут снизить до трех месяцев срок службы. Кажется, вот три месяца. Им самый главный забрать. И однако месяц так и сделал. То есть сказал, вот на три месяца и все. Чтоб не прятался никто. А там и поехал.